Субтитры делал DimaTorzok Я ни хуя не понимаю. Но не видели каждый своё, как будто сознание пациентов заполоняло пробелы, создавая собственную реальность. Лабораторные заметки какого-то вымышленного доктора, видимо. Я делаю. Я сделал мою выбор. Детектив Китман туберкулёз. А, нет, это дым просто. Так сразу непонятно, то ли дым, то ли пыль. И мы продолж... А, игра начинается с того момента, как они на скорой помощи гикнулись в прорву. То есть... Всё это... Это ДЛЦ будет рассказывать, где именно отсутствовал детектив. Вот это пердобак, прости господи. В дополнительном видео будет рассказывать, где именно конкретно отсутствовал детектив Китман всю половину игры Evil Within. Если вы помните, то... Если того чувака в очёчках главный герой встретил, то Китмана не видно было очень долго. Ну, это версия. Да, 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 как и прежде, ужасное широкоформатное изображение, которое треть моего монитора загребла под чёрные полосы. Огромное спасибо. О, господи, у меня ещё и на джойстике управление. А, да и хрен бы с ним на джойстике, так и на джойстике. Вот, огромное спасибо за это изображение разработчику, который Bethesda. Или BTS, да, как кому нравится. Честно говоря, когда я увидел, когда я, вернее, понял, что замысел разработчика это, что вот эти широкоформатные полосы на экране, я испугался за участь Дума четвёртой части, которую, как мы знаем, Bethesda это разрабатывает. Если я ничего не путаю, ну, в 2015 году, кстати, в этом выйдет ещё один Wolfenstein. Надеюсь, там обойдётся без широкого экрана, потому что я уже не раз озвучивал своё отношение вот к вот этому выводу изображения. Это просто полная, полнейшая жопа по отношению, и голимое вообще конченое свинство по отношению именно к людям, которые играют на компьютере. То бишь на мониторе. Потому что, когда люди играют на приставке, у них обычно есть огромный телевизор, где совершенно насрать, какие там будут чёрные полосы. Потому что экран большой, но когда ты играешь на мониторе, вот, это просто жаба душит отдавать вот это пространство под чёрные полоски, под сраные. У меня 24-дюймовый монитор, это не маленький, и всё равно мне жаль. Мне жалко, меня душат. Тем более, зачем? Никакой кинематографичности это дерьмо не добавляет. Кто-то орёт, а орёт, вероятно, этот, Билли, или как там его. Кинематографичность изображения можно добавлять в фильтр. Ах ты, пидорасина! Это же водитель, да? Она пощупала у себя подмышкой, поняла, что забыла попрыскаться Рексона и говорит, вот, блин. О, нифига, она ему каблук в бороду воткнула. Нихера себе, тётя Мотя. Это что-то из Мортал Комбата, а может быть и выше. Но я заметил, что водятел ни хрена не расстроился. Интересно, детектив Кидман такой же криворукий инвалид, как и Себастьян Костеланос, или у неё с точностью хоть немножко будет получше и с бегом. Хотя какой, к чёрту, бег на таких каблуках? Шпильмандоса у неё там знатный на ботинке. Сорочка в области грудных мышц заляпалась. Говорит, чёрт, надо отсюда убираться. Американцы не могут убираться молча. Она, знаете, как будто зашла в грязную-грязную комнату и говорит, блин, надо тут убираться. Я кого-то слышу. Досье департамента полиции. Информация об обвинениях. Дело такое-то такое. Это описание. Судимость снята. Правонарушение совершено в несовершеннолетнем возрасте. Описание. Судимость снята. Судимость снята. Судимость снята. Снята. Судимость снята. Описание. Преступное нарушение владения и уничтожения имущества. Кража крупных размеров. Укрыватель скредитного. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нахер мне все это надо. Кто-то рычит. Вообще не круто, что кто-то рычит. О, у меня есть, у меня есть миддл кик. То есть я вооружен. Я вооружен приемами карате и смелостью. А как на джойстике приседать-то, а? А, понятно. Пахнет кровью. Кто-то сообщает нам эту. Кто это? Кто сказал мяу? Я вот не знаю. Они в сознании Руфика оказались ведь уже до того, да, как скорая разбилась. Насколько я знаю. Поэтому тут здесь такой бред. А, да-да. Того в очочках звали Джозеф. Интеллигентный детектив. Что, кто-то сзади, что ли? Нет. Тогда в чем дело? А, здесь, наверное, нужен мой миддл кик. Ну да. Карате. Ну давай, в трещинку. Она почему-то то бегает, то не бегает. А, это же этот, дурачок Лесли, да. Лесли. Я жду, когда игра уже огорошит меня чем-нибудь. Вот. Началось в колхозе утро. Лесли. Лесли Уидерс. Мне кажется, это DLC, оно исключительно, как бы, сюжет рассказывает, а поиграть не дают. Но он способен на большее, чем быть пациентом в психушке, да? Так, что ли? Операторам нужен вечно, дураков на работу берут. Почему не просто берут его? Речь идет об альтернативе Стиму, видимо, какой-то разработке. А, так придумали Ориджин, так придумали Windows Live. Взяли оператором психа, и он сделал это дерьмо. Не хочется говорить, что мне неинтересно, но мне неинтересно. Кошка с красными глазами. О, бусинка моя, ептать. Вот у меня такая же, только у меня глаза желтые. У этой по глазам видно, что она ебанашка какая-то. Видите, красные? Сейчас нападет. Время игры 7 минут. Режим игры выживания. А, новое сохранение. Видимо, теперь не надо проваливаться в зеркало, садиться на электрический стул и прокачивать себе скиллы, получая разряды в анусы и голову. Ну что ж, я считал это ненужным дерьмом, и слава богу, что это убрали. А, лица размазаны. Дело в том, что она сейчас, видимо, в своих воспоминаниях, и она не помнит лиц, поэтому лиц у них нет. Ну, удивительно, что она помнит, что кто-то стоял, разговаривал о чем-то здесь. Нижний этаж, верхний этаж. Шикарный план. Почему и почему здесь нет схемы бегства при пожаре? Чего-то не хватает. Потому что здесь стоит охрененно здоровый огнетушитель, из которого можно все потушить. Дерево в банке. Классно, классно. Это... Я вот так себе представлял ботанический сад примерно, когда нас везли на экскурсию. Оранжереи там действительно такие. Очень похоже, но... В целом, конечно, не так все круто сделано. Интересно, что это за лампы такие, похожие на витрины, в которых ничего нет. О, только персонал. Ну, я не знаю, персонал я или нет. Видимо, они от меня туда не пускают. Черт, как стиком долго поворачивается камера. Это же обалдеть просто можно. Графика, конечно, знаете, она вот... Видно, что трава как-то нарисована как-то так, но она в то же время блестит, как бы, типа, намекая, что на экс-ген все дела. Это так образно. А все, знаете, все очень блестяще. Вот поверхности вот... Вот был такой этап, да, в разработке игр, когда любая поверхность... Не знаю, на ютубе видно или нет, но любая поверхность, которая имеет намек на то, что это лед, влага, еще что-то, она блестит, блин, просто как... Как у кота яйца, условно говоря. Прямо бриллиантово так. Чего? Чью-то чужую руку сюда надо привезти, что ли? А, подержать надо. Это важно. А это выход. Это выход, как, знаете, в стиле метро 2033. Там тоже постоянно бронирована дверь, и эскалатор вверх пошел. Если у вас есть системы, вы будете встать. Сейчас, а жители и обладатели, жители городов, в которых есть метрополитен, сейчас смотрят и пытаются сравнить, наверное, с одной из своих станций, да, вот это вот. Типа там, ну, на каждой станции же там разные, немножко лампочки, там что-то внутри, там по-другому. Мы создавали стены, но есть хрень в системе. Что-то, которое мы называем Рувик. Это означает, чтобы избежать нас отсюда. Эта инфузия должна защитить вас в какой-то стиле. Я видел джинсы в обтяжку, но брюки в обтяжку я вижу, наверное, впервые. Гордость, либо плохая физическая форма не позволяла детективу идти вверх по эскалатору. Почему мне встать? Ты не будешь встать. Ты будешь с твоей командой из КПД. Она будет с полицейской командой. Ага. Да-да-да. Вот это рассказывает, как они вообще подключились к системе. Цены спутников невелика. Я же говорил, я думал, что их подключил Рувик, но оказывается, что их подключил вот этот товарищ. Вот эта организация, но тем не менее, на трейлере к игре видно, что Рувик нападает на Кастелана со спины. В этом косоль была, что Рувик вышел как-то за пределы реальности и вырезал всю больницу. Я надеюсь получить ответы на свои вопросы, но... Так что, опять же, я спросил тебе, ты стоишь с Мобиусом? Слышь, Мобиус, бля. Я сделала мой выбор. Видите ли, я хочу эти вопросы получать в самой игре, а не в DLC в отдельном. Какого хрена, что вот эта мода дебильная сейчас на игры пошла? Что либо игру нарезают на сезоны, либо выпускают для нее какие-то DLC, блядь, которые продолжают сюжет, чтобы высосать из вас побольше денег? То есть, то, что я купил и прошел игру, недостаточно, блядь. Еще купи, DLC пройди. Скоро, знаете, финал у игры будет платным. Dead Space 3, по сути, так и сделал. Отрубил фигнал у игры и продал его отдельным дополнением. И даже после этого разработчик сказал, что денег ему мало и больше он делать ничего не будет. Немножко не понимаю, о чем речь. Да, если игра за Костеланоса была похожа на бред сумасшедшего, то игра за детектив Кидман похожа на бред наркомана. Но мы видим, что она ширяется. Я даже, мне кажется, вижу порезы у нее на венах, если присмотреться, там белые черты такие. Да, да, первая мысль. О боже, как они в меня это запихали, да? Летящей походкой! Ха-ха-ха-ха, сука! Давай уже, очнись ты! Сейчас точно будет ходьба летящей походкой. Ой, я вижу у нее. Она летит на вертолете, правда. А это кто стоит? Ой, ебаный насос! Это старшая, старшая сестра из Биошока. Финальный босс. Худенькая такая, худенький робот. Дайте мне... Нет, не, не, не сейчас, не сейчас, суки! Самый страшный момент мне отдали управление. Уроды, господи! Так, здесь нету ни черта, ни фонарика, ни прицелиться, ни стрельбы. Контрольная точка зато есть. Нет, с таким, бля, поворотом камеры, какая-то на джойстике, это... Я сейчас просто огребу и подохну. Нет, смотрится игра хорошо. Вот я не буду гнать на нее в этом плане. Хотя бы вот в этом плане я и должен похвалить, что выглядит графика хорошо и не лагает. Это мне очень нравится. Особенно после того, как они 60 фпс разблокировали. До того, с 30 кадрами еще можно было базарить, что там что-то графика, не графика, но 60 фпс смотрится неплохо. Ой. Кто-то закончил здесь свою жизнь брызгами на стене. Как бы нам не брызнуть рядом. Она так открывает дверь и как будто, бля, домой пришла. Я ей балдею. Ой. Вы какаете? Да нет, он уже насрал. Видно же шлепки. Ой. А вы что делаете? Хрусь. Можно ему с ноги уебать? Нет. Ну-ну-ну-ну-ну, куда ты? Свети. Свети. Это мы вообще где? В больнице сейчас оказались или где? Ну, это вообще вампир какой-то помер. Не как сам Дракула в туфельках. О-о-о. Дверь-то тут, смотрю, на замок, на такой. Походу, это как его? С защитой от ударной волны, мать его. Э-э-э, дрись конем. Нихера такие переборки просто, блядь, корабельные. и дриснула оттуда. Она тоже мертвых боится. Правильно, сука, делает. Эл, Эл у него на руках. Тоже вспомнили последнюю серию ходячих мертвецов, да? Ну, просит помочь, надо помочь. Нет, надо попытаться помочь, а потом сказать извини, что-то тут закрыто и уйти отсюда. Психические палаты. Да ядрись ты конем, что, все закрыто, что ли? Чувак, возьми стул, брось в окно, я к тебе залезу. Знаешь, что такое? Что это надо делать? О! Нихера. Тут вентиляция такая напольная. У нас, вроде, не знаю. блядь, мои уши. Я не знаю, как у вас, а у нас в России вентиляцию по потолку прокладывают. Пожалуйста, нет, нет! Лесли. О, красота какая. Ножки, как у козырожки. А чувачок, походу, немножечко сдох. мне кажется, что это DLC намного атмосфернее и хоррорнее, чем оригинал. Оригинал, потому что с самого начала был какой-то, блядь, боевик. Вместо обещанного ужасника нам показали какой-то сельский Silent Hill и отправили в замес. Так, вот, я вижу его копыта. Кто же мог такое сделать? Наверное, тот, чьи ноги в туфлях мы видели. Тихо, тихо, тихо. Шагом, шагом, шагом. То есть, я че там лазил-то, блядь? О, и дверь только-только закрылась. А, это сквозняк хлопает. Здесь просто, блядь, как воутласте начало. Трупы, 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 все. Трупы, 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 А, блядь, ебаный, пошла ты нахуй ко всем хуям, блядь. Сука, блядь, пиздец. Чтоб ты сдох, да ты и так сдох. Боюсь, хрупкое душевное состояние подобных ограничивает нас при экспериментах. Мебиус хочет, чтобы мы перешли от пациентов в маяках к более стабильным испытуемым. Они хотят, чтобы мы опробовали стем в условиях, приближенных к реальному. Увидят ли они этот мир таким же, как наши пациенты? Выдержат ли психически здоровый человек? Это изнурительное испытание. Мне снова приснился тот сон, тот, где я вхожу в стем. Мне, когда я играл в Origin, о, смотрите, как мне по башке капли капают. Когда я играл в Origin в батлу или еще во что-то, мне тоже Steam снился. Я отсюда пришел. Говноед, блин. Использование укрытий. Спрятаться за укрытием, двигаться в угол, двигаться за угол. Приманить врага. Прячься в укрытие, вы можете окликнуть врага, он подойдет к вам поближе. Это че, блин, я не понял вообще. Стелс теперь? Какого врага? И че? По-моему, эта хуйня не работает. Так, ну-ка нахуй, сейчас как вскочит. я уж обойду, пожалуй. Вот там кто-то есть. и что, я нападу на нее, или что? Как фонарик выключить? Мне кажется, я палюсь. ее нож, между прочим. Вот так-то. Так на Сайлент Хилл смахивает. Ептель. Ну что ж, проверим на прочность этот компьютерный интеллект. Ого! Понятно. А теперь проверим на прочность ловкость своих пальцев. Я сделал это. Так, мы видим сейвхеда, голову. Ее нам предлагают пощупать. Я вижу шкаф, в котором можно спрятаться. Даже несколько. Ну давай полапаем. А, я вижу кот. А, знаете, самый жирный, первый, когда крови было много на пальце, потом поменьше, потом она еще беледнее стала. потом она стерлась вообще. Есть! Я гениален. Первый фрагмент письма, в котором непонятно, что написано. и тут, я думаю, надо начековаться начинать, нет? Рано. Ну что, надо подвинуть это говно. хорроров. Ну, кто хотел хорроров? так, а где он ходит? Ага, вон где. На лучший фонаря он не ведется. что-то я не понял. А что это тут тупик? А, давай, давай, давай. Пока нормально, учитывая, что я в стелс играть не люблю. Атмосферно, кстати, мне нравится. я уже говорил, что игры, в которых мне не дают оружие, страшнее, чем игры, в которых дают. Тут никого. И тут никого. Тут закрыто. Там открыто. опять с потолка что-то капает. Так, но он уходит. Блядь, куда тут идти? Чего тут идти? Напасть со спины, конечно, не могу. Вон она ходит. А, я не буду расширять экран. Дело в том, что тогда углы обзора пропадают. Я вообще просто нихера не вижу, откуда даже смерть придет. Херня будет полная. Так, она меня не слышит. это похоже на, знаете, как в шестой резьбе, когда партнера ждешь, а орешь на него у двери. Но она немножко слепенькая. и тупенькая. И тупенькая. Она вообще по-жесткому тупая, на самом деле. Надо ждать, когда она подойдет. Она глухая, по-жесткому, не тупая. Надо подождать. Но из трубы кровища льется просто вообще. Сейчас она подойдет, я ее приманю. Обмудю. Упс. Сосямба, курица. Вот она с ножом медсестричка. Глаза сияют. У нее глаза два бриллианта. Что-то там. Вот и у этой блестят. Так, ну хоть здесь безопасно, да? Посмотреть можно по сторонам. Ой, блядь. Что за звук кто такой? А, за дверью. Увлеченно прочитаем. Так, пропуск в офис. Этот пропуск принадлежит одному из сотрудников Мебиуса. На нем кровь его бывшего владельца. Круто. Упс. Ничего не видеть, ничего не знать. А вот это бывший владелец пропуска, наверное, отъебался отсюда, понял? Ой. Батюшки, сратюшки. Базара нет, вопрос улажен. Никого нету дома. А, это мистер Бабблс из Биошока. Так все нормально. Она побежала следующего пиздить. Отлично. Что ж, на этой везучей ноте, я думаю, первая серия закончится. Всем спасибо. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Адьо. Спасибо.